Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта Избай вязание, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. И сейчас я вам хочу представить нашу новую дизайнерскую разработку. Вы видите у меня в руках платье для маленькой девочки. У нас стояла задача вязать нарядное платье для малышки. И за основу мы выбрали королевские наряды XVI века. Платье выполнено в цветовой гамме, которая тогда была в моде. Вишня, изумруд и золото. И все платье связано из вискозного шелка. К сожалению, камера не передает тот блеск и приятность фактуры, которая есть у этих ниточек. На вот такое маленькое детское платье ушло почти по мотку каждого вида ниток. То есть на вот эту золотую отделку уходит столько же пряжи, сколько на сами клинья. То есть надо быть готовым к тому, что на вязание платья нужно равное количество цветов каждой ниточки. Фасон этого платья выполнен с учетом детской анатомии, для того, чтобы не стеснять движение, видите, оно очень свободное. И одновременно удлинять фигуру и скрывать памперс. Как мы сказали, платье связано на маленького ребенка. Можно надевать сколько угодно обширные памперсы, подгузники, и они скроются нашим красивым платьем. Одним из особенностей и как бы ноу-хау этого платья является оборка. Необыкновенная оборка, которую никогда раньше мы не видели. Это наше изобретение. И выполняется она очень просто. Выглядит эффектно, при том, что она не создает никакой сборки. Это прямое полотно с одной стороны, со второй стороны. Оно дает вот такие вот необыкновенные завитушки. Дополнительно украшают перед платьем. Защипы, завитушки. И платье у нас получается совершенно неповторимое. По нижней части платья мы добавили треугольные вставки каждого цвета, что придает еще больше фактурности и яркости. Поскольку платье детское, оно должно быть яркое и позитивное. Вот вставочки, обрамленные руликами. Узкие рукавчики. В нижней части сверху оформлены фонариками, что придает пышности и увеличивает маленькие детские плечики. Интересная застежка нашего платья. Рулики, соединенный стык и соединенные пуговичками с накладными петельками. Что очень хорошо облегчает надевание и дает возможность снять и надеть это платье просто без проблем. При том, что горловинка остается плотной по горлышку и не отстает. Мы не делали никакого декольте. Причем хочу вам сказать, что такой фасон, такой принцип исполнения может быть применим к абсолютно любому взрослому изделию. Тоже будет очень красиво, нарядно и интересно. Единственное, что может нас ограничивать, это количество игл машины, потому что платье вяжется поперечным вязанием. Если же у вас не хватает игл, вполне можно делать поперечные вставочки одного из цветов. Вставки могут даже иметь какой-то наклон и вязать в два этапа. В таком варианте вы можете вязать это изделие на себя, на любую взрослую фигуру. В платье, как вы видите, очень много деталей, которые необычны и, как правило, не применяются, потому что они достаточно трудоемки. Но каждый из этих деталей подчеркивает общую дороговизну нашего изделия. Оно выглядит дорого. Еще хочу сказать по поводу выкройки. Если раньше мы выкройку делали самостоятельно, то в этом платье для упрощения мы воспользовались специальной программой, которая нам построила эту выкройку. Мы только внесли корректировки. То есть мы произвели моделирование нашего платья под свои нужды. То есть мы взяли самую простую выкройку, которая нам построила программа по нужным размерам и промоделировали ее. Так вы можете делать для абсолютно любого изделия. Я вам покажу, как пользоваться сторонними ресурсами и таким вот образом очень сильно облегчать себе жизнь. Рассчитывали вы платье сами, потому что никакая программа, никакие сторонние ресурсы на такие вот вещи не способны. Это все ручная работа. Но она несложна совершенно и я вам очень подробно и без секретов раскрою методику создания и расчета таких изделий. В этом платье используется только кулирка, только кулирная гладь. Поэтому вязать его можно на абсолютно любой машинке. Все украшения создаются исключительно за счет частичного вязания и фактурных золотых полос, которые представляют из себя рельефы. Это единственная трудоемкая работа в нашем платье, которая занимает самое большое количество времени. Это вот эти рельефные полосы. Если вы чувствуете, что вам такие полосы не осилить, действительно они занимают много времени, это чисто ручная работа, независимо от того, какая у вас машинка. Машина такой не вяжет. Это руки. Если вы чувствуете, что вам это долго и сложно, делайте не фактурные полосы, а просто цветные вставки. Правда, изделие после этого будет смотреться несколько попроще, но зато оно будет выполняться очень-очень быстро. Изделие быстрое. Самое главное понять принцип – уметь рассчитать и промоделировать самую простую прямую выкройку платья. Урок по платью вы можете приобрести. И для этого под видео есть ссылка на страницу с описанием и способом оплаты. Если вам понравилось, нажмите «Нравится» и подписывайтесь на мой канал. Ждем вас на нашем сайте Изба вязания и на открытых мастер-классах вязания посидела квадрат Некрасова. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...